Перейдем к теме пира. Действительно, здесь надо задать вопрос, как получилось так, что в результате того, что одна община города Шишан, 18500 человек, как может быть такое, что еврейская община в городе Шишан решила идти на пир, который устраивает Ахашвироша. Ну, сразу для всех жителей Шишана, не только для евреев. Для всех жителей Шишана. Они не могут отказаться и не принять приглашение. Задается вопрос, как такое может быть, задается вопрос, как такое может быть, что за то, что они идут на этот пир, и над ними нависает приговор, смертельный приговор, и только над ними, над всеми евреями всей империи. Как это может быть? Непонятно? Если они идут на пир, что с другими евреями, что здесь происходит? На самом деле, мы знаем, что приговор был за два действия. Еврейский народ был избран в Абибон. И там был первый раз, было то, что еврейский народ поступает, как поступают народы. Он не жертвует собой ради Вседущего, а поступает, как поступают обычно. Как поступают люди, в условиях, когда ими правит диктатор, страшный диктатор. И там, на выходных он делает свой знаменитый памятник. И под страхом смерти он требует, чтобы все кланялись его памятнику. На самом деле, что он выигрывает от этого? Что все в одно и то же время будут кланяться его памятнику. Он как бы бросает вызов небесам. Ты видишь, Всевышний, что все кланяются мне, не тебе. Тебя все оставили, а кланяются только мне, человеку. И он как бы побеждает небеса. Это его борьба, борьба с верой в Бога. На самом деле, если все кланяются мне, то я Бог. То я, а я становлюсь, я становлюсь центром всего мира. Нет, Валерий. Таким образом, действительно, его постановка вопроса ставила, существование мира ставило под вопрос. Потому что если действительно все будут кланяться его памятнику, и он действительно покажет всем, что его уважают и любят, и принимают его власть, а власть Всевышнего не принимает. Если он это всем докажет, то действительно Всевышнему не нужен мир, в котором нету Царства Творца. По определению Всевышний творит мир для того, чтобы дать добро людям. Добро людям идет только через признание Творца. Иначе по определению мир не существует. Мир не может иметь продолжение. Что там происходит? Там происходит, что три человека жертвуют собой. И спасают положение. Ханания, Миша, Азария, они не кланяются, и бросают в огонь. Еврейский народ кланялся. Кроме трех. Еврейский народ кланялся. Теперь приговор. Тяжелый приговор против еврейского народа. Он шел по двум этим событиям. Потому как кланялись памятников. И пошли на первых решений. Какая связь? Какая связь? Тут можно сказать уже, что действительно большая часть еврейского народа ушла в Победон. и потому, как они себя там ведут. Это, конечно, влияет на весь еврейский народ. Это то, что они кланялись памятнику. Это действительно, действительно, как бы было поведением всего еврейского народа. Большей части его. Лучшей части его. Да? Но какая связь между первым и вторым событием, разница между ними десятки лет, что Всевышний, он не наказывает еврейский народ, после того, как кланялись, и он наказывает еврейский народ, после того, как пошли на пир, за два этих просчета. Рабиона-то напишет, Ярос-дварш. Он объясняет, он объясняет, что здесь происходит. Он пишет так. На самом деле, евреи кланялись к памятнику, и претензия, что они не жертвуют собой ради Всевышнего, эта претензия, она могла быть отведена евреям. Каким образом? Очень просто. Если вы помните, Яков кланялся Исау. Мудрецы спрашивают, как можно кланяться Исау? Яков кланялся Исау? Что это такое? Объясняют, на самом деле, он хочет, он хочет, он хочет, чтобы смягчить гнев Исау. И действительно, это ему удалось. Задается вопрос, а как он кланялся Исау? Ответ. Ответ очень простой. Рядом с Исаом была шхина. То есть, присутствие Всевышнего было в той стороне, где находился Иса. Яков видит это. С одной стороны, он понимает, что если Иса будет думать, что ему кланяются, он успокоится, как и было. С другой стороны, он видит, что ему можно кланяться, потому что он кланяться будет не Исау, он будет кланяться в шхине, будет кланяться присутствию Всевышнего. Поэтому Яков кланялся Всевышнему и Сав думал, что кланялся ему. Это то, что евреи могли сказать против претензий, как мы кланялись памятнику на уходных церковь. Евреи могли сказать так. На самом деле, мы кланялись не памятнику, мы кланялись имени Всевышнего. Имени Всевышнего мы кланялись. Где имя Всевышнего? Ну, кланялись с памятнику. Где имя Всевышнего? Мы знаем, что на уходных церковь золотую пластинку, которая называется ЦИЦ, одна из восьми одежд Ахашвилос, одна из восьми одежд священника. Мы знаем, что эту золотую пластинку колдовством на уходных церковь вложил в уста памятника и памятник говорил. Это было чудо, колдовское действие, памятник говорил. Теперь у евреев было, у евреев было, как бы, что сказать. Мы кланялись не памятнику, а на этой золотой пластинке написано Кодышля Ашем. Святость Всевышнему. Написано, чтено буквенное имя Всевышнего на этой пластинке. Мы кланялись этому имени. О, можно сказать, что предметы храма, которые попали в руки неевреев, сияют свою святость, как вы кланялись, как вы кланялись этому цицу, этой золотой пластинке. Евреи могли сказать, мы считаем, что предметы храма сохраняют святость, даже попав в руки неевреев. Поэтому ответ был у евреев на то, что они кланялись, их не наказали. Теперь приходит пив. Что было на Перу? Ахашвирош одевает восемь одежд. Одежд первосвященника. Как бы Ахашвирош объявляет, что кончилась связь еврейского народа со Всевышним. Еврейский находится в Галуте в 70 лет. Он делал расчет. Не случайно, не случайно на третий год правления он делает застолье, приглашает евреев. По его насчету прошло 70 лет. Всевышний бросил еврейский народ. Кого он выбрал? Тех, кто правит. Не случайно правление царя на земле? Кто дает ему это правление? Всевышний. Все, что происходит на земле от Всевышнего. Значит, кто поставил императора Ахашвироша? Всевышний. Значит, кого выбирает Всевышний? Персидского императора Ахашвироша или еврейский народ? Еврейский народ в Галуте император правит с громадной территории, он выбрал меня. Ахашвирош одевает восемь одежды первосвященника, вытаскивает предметы храма, святые, и приглашает евреев, на столах лежат предметы храма. Пользоваться предметами храма по закону Торы запрещается под страхом смерти. Нельзя пользоваться стаканами, сосудами, нельзя пользоваться под страхом смерти. Это святость. Евреи пришли и пользовались. Ты гребешь, теперь что получается? Получается, что была претензия к евреям, как бы пользовались предметами храма, а не святые. Что евреи должны были сказать? Что попали в руки не евреев, потеряли свою святость. Там они сказали, попали, а Бацис попал в руки не евреев, не потерял святость. Поэтому святое имя на этой золотой табличке, золотой пластинке, мы планили к этому имени. Не потерял святость, предмет храма не потерял святость. Теперь они должны что сказать? Предметы храма теряют святость. Поэтому Всевышний объединил два этих момента, и им нечего сказать. Сейчас евреям нечего сказать. Потому что то, что могли сказать там, теперь они не могут сказать здесь. То, что они могут сказать здесь, теперь они не могут сказать там, приговор. Так объясняют Абьен Атанавиш. Приговор над всем еврейским народом. Потому что стоит вопрос, вопрос вопросов, вопрос сегодняшнего дня. Вопрос, кого вы выбираете? Вы выбираете земные правительства, или вы выбираете Всевышнему? Кому вы служите? Кому вы служите? Земным правителям, или Всевышним? Это вопрос вопросов, которые идут через всю эту сложную историю, тяжелую историю, и вы из страны. И мы видим, Вавилон, их проверяют, их проверяют. Вы остались, после разрушения первого храма, вы остались верны Творцу, или вы перешли под полное управление земного правителя Наухадныцера? И тут же проверяют их, Ахашвирош становится царем. Вы принимаете его царство больше, чем царство небес? Больше того, что говорит мудрец Творы? Мордыхай говорит не идти на крыль. Мордыхай знает, что говорит. Мордыхай был один из 120 членов Великого Собрания, мужей Великого Собрания. Он знает, что он говорит? Мордыхай. Он говорит не идти. Вы выбираете свои представления о мире или мнение мудрица Торы. Это был принципиальный вопрос. Зачем идут евреи? Тем более, тем более, мы видим, что Ахашвирош демонстрирует, что он пришел вместо евреев служить Всевышнему. Без Торы, конечно. Служить так, как он понимает, как он понимает это царство, что оно дано ему Всевышнему. достаточно быть правителем, правитель с небес, так же, как многие объявляли себя помазанниками Бога. Не соблюдая то, что Всевышний дал на горе Семнаде. Объявили себя помазанниками Бога. Да? О! Здесь мы буквально видим, мы видим, еврейский народ, он сохраняет верность или нет, поскольку еврейский народ пошел на пир, то это было, это был буквально, как бы, лакмусовая бумажка, это был показатель того, что происходит с еврейским народом. Единственное, что мы знаем, что спасло, спасло еврейский народ, раскаяние евреевского народа. Евреи постились три дня и раскаялись, стали слушать мудрецов, увидели, что Мордыха и Эстер, они спасают еврейский народ, и там во время пульма принята была устная тора, и надо сказать, что вы помните этот метраж с печатью на этом смертельном приговоре, который был на небесах. На самом деле стоял вопрос, евреи, которые кланяются и идут на пир, они это делают, потому что оставили в душе оставили Всевышнего, или они это делают внешне? На самом деле они не оставили тору, они соблюдают тору, они вынуждены это сделать, вынуждены пойти. Это стоял вопрос. И если бы евреи по-настоящему внутри себя отказались без соблюзения торы, то тогда бы печать на смертном приговоре была бы кровью. И снять эту печать, убрать этот приговор не было бы никакой возможности ни у кого. Даже мы говорили в том, если вы помните, метраж говорит, Мошер Абейну сказал, пророк Ильяву поднял Мошер Абейну, Мошер Абейну сказал, есть ли кто-то там внизу, сказал, есть ли там Мардыхай, Мошер Абейну, говорит, я буду молиться наверху, Мардыхай внизу, постараемся отменить этот приговор, говорит, пророк Ильяву Он же поставлен на печать, сказал Мушарабейну, если печать глиняная, можно ее разбить, если кровью нет. Теперь каким образом выясняется печать глиняная или кровью, зависимо от того, что в крови уявляет. Что евреи думают внутри себя? Они ушли от Всевышнего? Или они верны Всевышнему, но ситуация тяжелая, и они вынуждены были делать действия, которые требовали правители? И здесь выясняется, что печать глиняная, еврейский народ не оставил Всевышнего, и таким образом раскаяние их было принято. Теперь скажем несколько слов про этот пир. Не случайно я сказал, что Аман советовал устроить этот пир Ахашвирошу. С его подачи был этот пир, задуман как ловушка. Аман, он происходит от Амалека, и мы с вами говорили, связь между двумя лидерами, лидерами мира, противостоящего Всевышнему. Мы говорили, связь между Балаком, царем Муава, Билям, великий колдун, и Амалек. Даже в их именах, даже в их именах, мы видим связь между ними, три лидера мира, противостоящего Всевышнему. Балак, это Бет и Лак от Амалека. Билям, это Бет-Ламит и Айн-Мем от Амалека. Если мы возьмем, значит, концовку имени Балак, Лак, и концовку имени Билям, Айн-Мем, эти две концовки соединяются, получается, Амалек. Да, это связь известная между двумя этими лидерами. На самом деле, Билям посоветовал Балаку, как уничтожить еврейский народ. И не случайно приходит потомок Амалека и напоминает Ахашвирошу, как это делается. И таким образом, Ахашвирош и Вашти, его жена, они, Вашти известна была ненавистью к еврейскому народу, они вместе начинают проводить этот совет Амана, потомка Амалека, проводить этот совет в действии. На самом деле, это совет Биляма. Совет Биляма. Многие события, которые мы читаем в Багират-Эстер, это буквально события, параллельные нашему времени. Поэтому тот, кто хочет знать, как развиваются события, как будут развиваться события, должен знать тайны этого свитка, свитка Эстер. Там очень многое написано о нас, о нас с вами. И этот совет, который дает Аман, он очень понравился тому, что сегодня происходит в мире. Развратить еврейский народ. И как это было с Балаком, когда Балак принял этот совет Биляма, он поставил муалитянских девушек, муалитянские девушки, и дал им вино. Помните, мы говорили, это вино было государство ОМОН. Вино государства ОМОН. Это было особое вино, перед которым ни один мужчина не мог устоять. То есть, страсти накалялись невероятно у того, кто пил это вино, склонность к разврату и так далее. Поэтому, даже если вы помните, мы говорили, Билям говорил не давать это вино. Билям говорил это вино не давать. Почему? Потому что надо попытаться совратить евреев без вина. Если с вином, то у евреев будет претензия, нам дали это вино, это действие было практически химическое действие. У евреев будет отговорка. Нас совратили тем, что дали нам пить вино. Если бы не вино, все было бы нормально. Поэтому Билям сказал не давать вино, совратить без вина. Но там было в действительности как, было и вино, и девушки. Да, это было все построено. Этот же путь совращения еврейского народа мы видим здесь на Перу. На Перу Ахашвироша. Где девушки? Девушки находятся во дворце Ахашвироша. Все приготовлено. Женщины находятся там. Внешне это выглядит как религиозная свадьба. Женщина отдельно, мужчина отдельно. Внешне выглядит великолепно. Поэтому у евреев нету отговорки на смешанные свадьбы мы не идем. Таким образом, женщины находятся во дворце Ахашвироша. Мужчины находятся во дворе, рядом с дворцом. И плавно работает как ловушка. Одну из главных ролей играет вино. Какое вино? Яйн-Несах. Слышали про Яйн-Несах? Это вино, которое имеет святость Святой Земли. Выращено на Святой Земле. И если касается его неявлей, то есть запрет пить Яйн-Неса это вино под страхом смерти. Если это вино сделал неявлей, есть запрет под страхом смерти пить это вино. Кроме того, многое написано. Яйн-Несах, называется это Яйн-Несах, вино, которое предназначено для рабовосслужения идолам. Пить это вино запрещается. Но есть особое действие у этого вина. Как то самое вино государства ОМОН. То есть этот элемент был и там, и здесь. Пить это вино, это было опасно с точки зрения, что теряется рассудок, и мужчина становится неуправляемым и так далее. Ахашвирос придумал, что он не заставляет никого пить. И вино рьется рекой, и каждый получает вино по возрасту своему. Вино, чем больше оно стоит, тем больше выдержки, тем оно лучше. Каждый получал вино по возрасту своему и так далее. Да, все дело для того, чтобы была свобода поведения евреев, и евреи не могли сказать, нас застали. Пить. Чтобы евреи не могли сказать, нас застали пить. Кстати, как называется? Называется то, что устроил Хашвирос, называется Миште. Миште. То есть главное питье. Не сиуда. Не сиуда сидеть и кушать. А главное пить. Он приглашает их на Миште, раскрывает им бочки с вином. Это начало. Устраивает это все очень красиво. Там тоже были палатки, там было все это сделано как шук, рынок, который привлекает человека прийти, посмотреть, что продают, да. Старушки у входа, молодые внутри, да, зазывают цены и так далее. Здесь тоже все было оформлено. Золотые, серебряные ложа, место для сидения, да, все это, все это оформлено красиво, да. И когда евреи приходят на пиво. Какая была ловушка, начинает, начинает действие, причем это не сразу, 7 дней, в седьмой день. В седьмой день ловушка должна захлопнуться. Первые 6 дней евреи должны привыкнуть к тому, что все идет нормально, нет никакой проблемы. Пришли к Швирошу за 100 лет, и все хорошо. Пошли домой, все нормально. Можно кушать, можно не кушать, можно пить, можно не пить. Все это пока нормально. На второй день они уже приходят, каждый ставит на свое место, где он сидел вчера. В третий день они уже считают себя, уже все это нормально, у нас прекрасное отношение с правительством, с императором. Все идет замечательно. Это намного лучше, чем был вавилонский гаут, кирситский гаут, прекрасен. Да, нечего опасаться. Четвертый день, пятый день, шестой день, на седьмой день ловушка должна была захлопнуться. Седьмой день не случайно был именно шаббат. А есть, говорят, емкий труд. Свято с седьмого дня было необходимо Ахашвирошу, чтобы в самый святой день евреи опустились ниже всего. Падение еврея должно быть именно в святой для евреев день. Таким образом, переговор с небес будет, безусловно. Сто процентов. Начать должна была Башня. Башня должна была начать. Что она должна была сделать? Она должна была женщинам показать свою красоту. Женщинам. Пока все нормально. Она царится. Она демонстрирует. Демонстрирует свою власть. Она в отворце царя. На мужской половине. На мужской половине. Она тут правит. Дочь, внучка на выходных царях. Мало того, она демонстрирует свою красоту женщинам, что нет подобной ей. И действительно, мы говорили с вами, она входит в четверку самых красивых женщин мира. Самая красивая женщина из тех, у кого родила, которые родились на земле, конечно, не считая Ахаву, первую женщину. Самая красивая была наша права мальчик Сара. Потом идет Рахав, жена и ушла бедной. Потом обегает жена Царя Добида. И четвертая идет либо ваше, либо истер. Таким образом, царь входит в четверку самых красивых женщин мира. И она должна продемонстрировать женщинам свою красоту. Она демонстрирует женщинам свою красоту и требует, чтобы женщины показали свою красоту. Когда об этом узнают в связи мужчин, что там женщины демонстрируют свою красоту, то мужчины идут смотреть, идут оценить. Когда приходят туда Хашвирош, все министры и все приглашенные, еврейский народ, и разгоряченные этим вином, яиндесом, разгоряченные, они приходят туда, начинается смешение мужчин и женщин, и написано «И там должна была быть пляска ангелов смерти». Там должно было все закончиться. Логуша должна была закончиться. Говорит сам Суфер, но в самом деле какое место является пиком свитка Эстер? Верхней точкой свитка Эстер, где напряжение поднимается, 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 и вдруг все уже напряжения нет, все уже хорошо. По идее, это то, что повесили Оманы. С момента, как повесили Оманы, уже дальше идет легче. Чудо повешения свитка Эстер. аманы, как повесили Омана, амана, оказывает, но Оманы оставил три дня, а не кусал. ...день Ёмки-курт... ...весь народ пост... ...соборады Всевышнего... ...раскаивался, принял, принял устную дуру... ...соборады Всевышнего... Но есть чудо гораздо больше... А? О! То, что не удалось захлопнуть ловушку... ...не удалось собратить евреев... ...это чудо намного больше... Так пишет там Супер, почему? Потому что евреи еще не воскарились... ...вести себя, как будто ничего не происходит... ...продолжает свое заблуждение... ...в состоянии заблуждения еврейского народа... ...что ваше не может прийти... ...это чудо колоссальное... ...продолжение следует... ...продолжение следует... ...и это... ...искажет на субботу... ...продолжение следует... ...это очень параллельное событие... ...это наша надежда... ...что в ситуации, в которую мы находимся... ...что еврейский народ еще не понял... ...что... И в это время, мы надеемся, очень Всевышний охраняет еврейский народ и не дает нам сорваться в эту пропасть. Страшные, непоправимые, необратимые. В момент, когда евреи заболучили, и они считают, что все идет нормально, все идет хорошо. Они не понимают, что Еврея вообще не дает им подойти к этой пропасти. Вы дает им подойти. Все происходит, что происходит известное. Кто пострадал от этого вина? И он забыл, как они договаривались с Вашки. Они с Вашки договаривались, что когда там уже все женщины будут готовы при демонстрации перед мужчинами, сама Вашки будет там готовы. И он вызывает Вашки к себе, вызывает ее к себе. Провести эту ловушку. Потому что одно дело демонстрировать красоту среди женщин и быть как бы выделенной среди них и красотой и царством. Другое дело идти с позоном, идти демонстрировать свою красоту между мужчин. То есть ее положение становится намного-намного менее забитным, чем положение других вельмож, знатных дам. Это она не могла, конечно, выдержать, она считала себя по крови царицей, которая сделала Хашвироша царем. На самом деле он конюшенный, а она сделала его царем. Понятно, что ей было очень тяжело идти к мужчинам демонстрировать там свою красоту. Хотя, говорят наши мудрецы, и на этом особенно чудо, что Вашки до такой степени ненавидела еврейский народ, что она была готова пойти к мужчине, как вызвал ее Хашвирош в одной короне. Она была согласна и на это. Здесь уже необходимость было чудо. Ненависть ее к еврейскому народу Вашки сказала Хашвироша, мой дедушка разрушил первый храм, я не допущу, чтобы ты построил второй храм. Она его предупредила относительно еврейского народа, ее ненависть к еврейскому народу была такая, что она готова была прийти и одна. Вот тут уже необходимо было чудо, чтобы ее остановить. И так говорит Метраж, Всевышний посылает ангела Габриэля. И ангел Габриэль, спор мудрецов, одни говорят, что ангел Габриэль покрывает ее тело язвами проказы, а другой мудрец говорит, что сделал ей пост. По технической причине Вашки не могла прийти и демонтировать свою красоту перед мужчинами с пушистым хвостом. Да, это, конечно, было невозможно. Понятно, надо тут упомянуть то, что сказал Раби Цаду, какой он нелюблен. Вещь очень важна, очень важна для понимания того, в какой ситуации мы с Вами находимся. На самом деле, почему Всевышний дает такое испытание еврейскому народу? Выдержать его невозможно. Но у Хаднета говорит, я буду бросать в огонь каждого, кто не поклонится памятнику, кто может устояться. Они и кланялись. Почему Всевышний дает такое тяжелое испытание, а потом из-за того, что кланялись, наказывает еврейский народ смертным приговором? У нас заслуга большая. О, великолепно. То же самое можно сказать здесь. Император только пришел к царствованию, он демонстрирует свою силу, богатство, приглашает евреев. Трудно отказаться? Трудно отказаться? Всевышний дает им это испытание. Можно только говорить не идти, но трудно не пойти. Трудно отказаться. С политических соображений. И соображений нормальных людей, соображений опасности, они идут. Почему Всевышний дает им два этих испытания, которые приводят к смертному приговору? На самом деле, по определению Всевышний в утопе и векове. Всевышний, он добро, и он делает добро. От Всевышнего исходит добро. Только очень часто человек должен постигнуть, что хочет Всевышний. События, которые с человеком происходят. Человек должен понять, что с ним происходит. Если он поймет, реакция его будет правильная. Он скажет Всевышний, я тебя понял. Я понял, что ты хочешь. И он переворачивает проблему и делает из нее бриллиант. Он делает из проблемы правильной реакции. Он делает из проблемы то, что поможет ему в жизни и сейчас, и в будущем. И будет заслуга колоссальная. Для этого Всевышний посылает проблему. Поэтому традиция в еврейском народе – идти к праведнику, рассказывать ему свою проблему. И правильный говорит, что делать. Что делает правильник? Он просто переводит на язык, понятный тебе, что Всевышний от тебя хочет. Человеку самому трудно понять, что хочет от него Всевышний. Он дает ему проблему. Он его как бы будит. Он обращает его внимание на то, что он должен сделать, и он не делает. Всевышний дает проблему, чтобы он понял, что надо делать. Это то, что три мудреца, три мудреца Ханания и Мишаила Азалия сказали, мы идем, мы идем в огонь. Мы не будем кланяться, мы идем в огонь. Еврейский народ не понял. Он не понял, что это решение. Это решение мудрецов, они были мудрецы главы-главы еврейской общины того времени, Ханания и Мишаила Азалия. Они не поняли, еврейский народ не понял, что они им диктуют, как проблему превратить в чистое добро. Проблему превратить в заслугу, которая даст им возвращение с долг вообще. Трудно представить себе это. Но если мы вспомним, разве перед Тростниковым морем не было такой же ситуации? Еврейский народ должен, Мушаила Абейну говорит, войти в Тростниковое море. Оно не наступается, оно мокрое. И заходили в море, пока не дошло. Он обшел, когда дошло, ему до горла дошло. Это вода. Только потом наступилось. И всю ночь шли в воде, а вода не наступалась сразу в один раз. Вода все время была, перед ними стояла вода. Стена воды стояла перед ними. И пока подходили к стене, она наступалась. Подходили к стене, она наступалась. То есть все время было испытание внутри воды. Внутри моря было испытание. Справа вода, слева вода. И перед ними вода. Куда они идут? Куда они идут? Сколько можно идти в море? Километр? Два километра выйти в океан? Куда все точно ведет их? Куда Мушаила Абейна их ведет? Там, в Тростниковом море, они... Эту страшную проблему, которая и сегодня стоит перед немецким народом. С одной стороны враги, с другой стороны враги. И перед нами только море. С трех сторон враги, перед нами только море. Это ситуация в Тростниковое море. Вы помните, с севера были дикие звери, с запада и с юга армия фараона. Куда можно было идти? Только в море. И они пошли в море. Там, там... Это был пример, каким образом проблему нерешимую. Еврейский Ромов не знал, как решиться эту проблему. Одни говорили, надо кончить жрецом убийством. Другие говорили, что надо вернуться в Египет и так далее. Они не знали, как решиться эту проблему. Мушаила Абейна говорит им, получает указания Всевышнего и говорит им идти в море. Они идут в море. В результате проблема неразрешимая превращается в бриллиант. Она превращается в заслугу, которая дает им что? Тору на Галесинае. Они получают Тору на Галесинае в заслугу того, что они выполнили указания Мушаила Абейну. Весь народ оказался в гиблом месте. И прошли. И прошли. Одну ночь. Одну ночь они шли в полном состоянии, что в любой момент все это может кончиться уничтожением всего народа. До единого человека. То же самое предлагает им сейчас Всевышний поклонение и памятницу. Они не поняли, что это подарок, что это бриллиант. Они не поняли, что если сделать так, как сказали, как делают три великих мудреца Ханания, Мишель и Азалия. Если сделать так, как они говорят, то они проходят еще раз Тростниковое море. Они смерть превращают в заслугу колоссальную. Что сделали Ханания и Мишель и Азалия? Они не поклонились и бросили в огонь. Вышли из огня живыми. Выйти из огня живыми – это был подарок, который Всевышний им дает. И они его не использовали. Говорит, это не мои слова. Это говорит большой мудрец Торы Равцада, Равцада, какой нелюблен, излюблено. Он говорит, что они не поняли, что если бы у них была бы эта заслуга, они бы уже там бы закончили Вагалонский Галут. Там бы он был бы закончен, потому что все сроки и все Галуты, они только при условии, если еврейский народ не достоин. Тогда Галуты продолжаются, тогда продолжаются 70 лет Вавилонского Галута, приходят персидский Галут, греческий Галут, наш Галут Эдома. Это только при условии, если евреи не достойны. Если евреи достойны, как написано в Тейлим, у царя Давида, «Айом имбекононот ишмаум». Сегодня я приду, если вы услышите голос Всевышнего, услышите и поймете, что Всевышний от вас хочет. В момент, когда еврейский народ выполнит то, что Всевышний хочет, в этот момент они будут освобождены. Придет масштаб. В день, когда они выпадут, они поймут, что от них требуется. И сделают действие, которое подобно действию Тростникового моря. Они не поняли. А, еврейский народ не понял здесь с памятником, Всевышний дает им второй подарок. Подарок! Человеческий взгляд на вещи он обманчив. Человеческий взгляд на вещи – это взгляд, который не имеет глубины. Только по поверхности. Что им сказали? Их пугают сейчас, пугают сейчас императоров, если они не придут на пир. И они идут на пир. Мордехай говорит не идти. У Мордехая взгляд совсем другой. Мордехай видит, что здесь происходит. Он понимает, что Всевышний дает им подарок, то, что дает им испытание эту проблему с фиром. И они не слушают то, что будет Мордехай. Вы помните, мы говорили Мордехай. Искра его души была от Мушерабену. Не случайно Мушерабену молятся наверху, Мордехай молятся внизу. Мордехай делаю им, говорит. И это то, что Мушерабену говорил им перед Тростниковым морем. Он делаю им, говорит. Не идите на пир. Не в том смысле, что я лучше понимаю политику. Не вопрос политики идет речь. С точки зрения политики, с точки зрения, как происходят в мире события, они правы. Здесь идет видение мира Бероха Кодыш, Духом Святым. Мордехай видит изнутри, что это событие. Он видит, что если перевернуть эту проблему, перевернуть ее и сделать так, как хочет Всевышний, из проблемы этой выйдет избавление. И второй храм, который они пойдут строить, они будут строить уже третий храм, вечный. Только надо пройти пир. Это был шанс у еврейского народа закончить вообще все галуты и строить не второй храм. По идее, они должны были построить третий храм. И третий храм вечный. Только заслуги не хватало. Не хватало заслуги. А где получить заслугу? Вам дали. Вам дали не пойти на пир. Эта заслуга была, эта проблема была для того, чтобы построить не второй храм, а сразу третий. Вечный. И на этом закончились идейские галуты. Пойдем дальше. Тут есть вопрос раба храма. Как я называю этот вопрос? Первый раз я услышал с лекции Рава Крама. Вопрос очень интересный, очень острый. Рав Крам дает на него ответ, но как-то я не... Этот ответ как-то не очень, не очень ухватился я за него. А вопрос, вопрос просто потрясающий. Вопрос очень сильный. И искал на него ответ, разговаривал со многими большими знатоками Торы, мудрецами Торы. Вопрос такой. Ахашвирош продает еврейский народ Аману. Он дает ему кольцо. С этим кольцом и печатью Ахашвироша Аман рассылает письма 13-го адара, день назначенного уничтожения еврейского народа. Поставил печать царскую. Письма пошли. Узнал об этом Мордехай. Написано, что сказали Мордехаю. Всевышний послал посланника, который сказал Мордехаю. Все, что произошло. Вся эта продажа еврейского народа. Все, как это было. Все, что произошло между Ахашвирошем и Аманом, было известно Мордехаю. Мордехай ведет переговоры с Эстер. И он посылает сообщение. Он посылает Эстер указание, что она должна идти к Ахашвирошу. Она должна идти к Ахашвирошу. Эстер отвечает ему, что ты же знаешь, что тот, кто идет к царю, без приглашения, царя, любой стражник, который его встретит по дороге, имеет право его убить. Поскольку человек идет без приглашения царя, по законам царства его убивают. Безо всяких, даже царицу, не важно кто, любого человека, который идет без приглашения к царю, его убивают. Единственная возможность, чтобы стражник не убил человека, надо, чтобы царь, когда увидит этого человека, протянул ему свой скипетр. И если человеку удастся дотянуться, дотронуться до скипетра, он жив. Если он не дотянулся до скипетра, его убивают в страж. Даже царь хочет дотянуться до скипетра, человека над ним может дотянуться, его убивают в страж. То есть шансов никаких нет. И это объясняет Эстера Мадехаеву, как я могу пойти. Тридцать дней меня не вызывал царь. И помочь еврейскому народу я никак не смогу, потому что сто процентов стража убивают. Говорит Мадехаев, посылает ей ответ. Он говорит, что «Ки им ахареш, тахареши, если ты сейчас промолчишь, и ты не сделаешь то, что я тебе сказал, пойти и сказать Ахашвирошу, что ты еврейка, и Аман хочет тебя убить, убить еврейский народ. Если ты не заступишься за еврейский народ, будешь молчать, промолчишь». То спасение придет к еврейскому народу. Спасение придет к еврейскому народу, но с другого места, не через тебя. Спасение придет к еврейскому народу, не через тебя. Если ты пойдешь, то через тебя. Если ты не пойдешь, не через тебя. Придет спасение, но не через тебя. А ты и дом твой, кто ведут, будете уничтожен. И кто знает, может быть, для этого ты пришла к царству. И ты императрица. Такое место в еврейском царе. Оно совершенно непонятное. Первое, что ему говорит правильно. Меня не вызывал царь. Я хочу спасти еврейский народ, но я хочу, чтобы у меня был шанс спасти. Если ты меня сейчас посылаешь, то я не смогу даже дойти до него, чтобы начать с ним говорить. Подожди, чтобы он меня вызвал. Тогда я ему скажу. А ты меня посылаешь, меня убьет стража. И время ждать есть. Потому что какой день идет речь? В день день идет 14-е Несана. Когда дата уничтожения еврейского народа через 11 месяцев 13-го Адама. Значит, события здесь за 11 месяцев до даты уничтожения еврейского народа. В течение 11 месяцев царь меня вызовет. Вызовет. Тогда я приду к нему и скажу, что 13-го Адара в следующем году, 13-го Адара, в распоряжение твое уничтожить еврейский народ, значит, меня и весь мой народ. Подожди, за 11 месяцев есть время. За что ты торопишься? Что ты торопишься? За 11 месяцев есть время, меня вызывает царь. И я скажу, буду защищать еврейский народ. Эстер говорит правильно. Логично. Что отвечает ей Мадеха? Мадеха говорит, что если ты не пойдешь, то евреи будут спасены. Нет твоего заслуга, будут спасены. Но ты погибнешь и дом твой погибнет. Если евреи будут спасены, почему Эстер должна погибнуть? Сильно. Если и спасение придет. Спасение придет для всего еврейского народа. Почему должна Эстер погибнуть? И уж если есть какая-то причина особая, что Эстер должна погибнуть, а народ еврейский будет освобожден от этой проблемы, Аман, то непонятно, почему дом Эстер должен погибнуть. Что это дом твой погибнет и ты погибнешь. О чем говорит Мадеха? Вот это я интересовал. Это вопрос Рава Крама. Вопрос очень сильный. И я интересовался этим вопросом, выяснял его. Я пришел к такому заключению. То, что я вам сейчас скажу. Я рассказал, я рассказал главе нашего колеля Раву Бартлеру. Человек очень большой в истории. И он рассказал Раву Каневскому. То есть, есть у меня немножко за кого спрятаться. Значит, я думал так. На самом деле, надо сейчас по порядку показать эту ситуацию, эту картину. На самом деле, кто такой Эстер? Что это такое дом? Дом отца твоего. Дом отца твоего. Что имеется в виду? Что это за? Погибнешь ты и дом отца твоего. Что это за дом отца твоего? Кто это? На самом деле, Эстер, она от царских кровей. Она происходит от царя Шауля. Колено Бениамина. Значит, сын от сына от царя Шауля, это ее отец, ее отец. Значит, дом твой имеется в виду дом от Шауля и все его потомки. Это дом Эстер. Какая проблема была у царя Шауля? У царя Шауля была проблема, которая привела к появлению Амана. Это известно? Это известно? Царь Шауль, он получил указание Всевышнего уничтожить Амалека. Он ведет войну успешную. И оставляет живых кого? Царя. Царя Амалека, Амалекетянского царя. Он оставляет живых Агага. И тогда приходит Шемуэль и убивает Агага. И говорит о том, что он не выполнил волю Всевышнего. Оставил царя Амалека. Он оставил в живых. Он не выполнил указание Всевышнего. И действительно известно, что ночь, которую ночь, одну ночь получил в жизни этот Амалекетинский царь Агага, в эту ночь к нему пришла женщина и ушла от него. И от этой женщины родился, в поколение родился Аман. Таким образом, к Шаулю есть претензия. Из-за того, что ты не убил царя Агага, из-за этого родился Аман. И теперь смотри, Аман идет, поднимается в Кельсинском царстве. И он готовится уничтожить еврейского народа. Как еврейский народ. Значит, к Шаулю была большая претензия. Теперь, в чем была проблема царя Шауля? В царе Шауля было то, что он не решился сразу покончить с царем Агагом. Это то, что Мордехай говорит. Сегодня ты идешь. Ты исправляешь то, что сделал Шауль, не пошел сразу и не убил сразу. Ты идешь сегодня, и ты сегодня кончаешь Аман. Не повтори то, что сделал Шауль. Если ты повторишь то, что сделал глава дома твоего, царь Шауль, и ты не сразу пойдешь, будешь ждать, пока Ахаш везет тебя вызовет и так далее, и так далее. Это кончится плохо. Так же, как там это плохо кончилось у царя Шауля, что появился Аман, появилась сила, которая уничтожает еврейский народ, хочет уничтожить еврейский народ. Точно так же и у тебя будет. Если ты сейчас же не идешь, то ты получишь наказание такое же наказание, как получил Шауль. И наказание такое, которое ты получишь, это наказание, которое будет страшно для тебя и для царя Шауля. Если же ты да пойдешь, если ты да пойдешь, то тогда ты сумеешь спасти еврейский народ. Он говорит и пророчески. Ты сумеешь спасти еврейский народ, и ты спасешь и царя Шауля. Претензия к царю Шаулю будет снита с него. И ты сумеешь получить как бы два действия, две мицеры ты выполнишь. И спасешь еврейский народ, и спасешь свой дом, дом праотца твоего, царя Шауля. И если ты это не сделаешь, ты повторишь ошибку царя Шауля, погибнешь ты, и погибнет дом твой. Потомство царя Шауля погибнет. Это то, что говорит ей Мадехар. Еще один момент. Мадехар говорит, спасение для евреев, если ты сейчас не пойдешь, спасение для евреев придет из другого места. Что значит из другого места? О, можно сказать так. Спорят мудрецы, когда будет приход Машеха и избавление еврейского народа из этого голубя. Раби Ошио Бенханания говорит в месяце Ниссан. В Ниссане вышли из Египта 15-го Ниссана. В Ниссане будем избавлены и от последнего голубя. Раби Лезар Агадоль, великий Раби Лезар, он говорит в Тишере. В Тишере будет избавлен еврейский народ. Мы знаем Суккот, 7 дней Суккот, последний день Ушана Раба, великое избавление. Там избавление еврейского народа. Великое избавление. Спор мудрецов, великих танаев. На самом деле, о чем этот спор? На самом деле, спор о том, какой милой Всевышнего будут избавлены евреи. Желательно в Ниссане. Нежелательно в Тишере. Почему? Потому что избавление в месяце Ниссан – это избавление по милосердию Всевышнего. Это мера милосердия Всевышнего. Этот месяц прекрасный для еврейского народа. Это месяц выхода из Египта. Это месяц, когда Всевышний любит еврейский народ, прощает еврейский народ. Мера милосердия. Месяц Тишере – это месяц судов. Росшишана, Судный день, Йонг-Джипур, прощение, те, кто раскаивается. Потом Суккот. Всевышний забирает еврейский народ. Там Всевышний любит еврейский народ, но по суду. Тем, кому положено – положено. Тем, кому не положено – не положено. Да, это суды. Тишере – это суды. Любовь Всевышнего есть, но там – это суды. Те, кто удостоятся – получат избавление. Те, кто не удостоятся – они не получат избавление. Поэтому говорит, говорит, говорит Мордыхай, он говорит Эстер. Эстер, посмотри, какая дата сегодня. 14-ая Ниссана. Ты не видишь, что от 14-го Ниссана я тебе говорю? Ты посмотри на дату в календаре. Ты идешь с 14-го Ниссана буквально перед Песохом. Значит, в Песох придет избавление милой милосердия. И ты будешь спасена. И еврейский народ будет спасен. И избавление придет самым удобным для еврейского народа образом – милосердие. Но если ты сейчас не пойдешь, ты не используешь этот Песох, который надвигается, если ты не пойдешь на Песох, то избавление придет с другого места. С какого другого места? С Субей, Субей, Субей. Тишрей. Избавление может прийти и в Тишрей. Но там в Тишрейме будут проверять каждого. Каждого будут проверять. И тебя будут проверять. И выяснится, что ты повторила ошибку своего праотца, царя Шауля, и ты погибнешь. И проверят весь дом Шауля. И там, и там, кто утосовался, кто нет. Это имеется ввиду. И еще одно. Вопрос, который я задал рабу Барзову и попросил его передать Рухаму Каневскому. Вопрос тоже такой, достаточно простой. Но надо было получить ответ от Гдоля Дор, одного из самых больших людей сегодня в изучении Торы, Рухам Каневский. Вопрос был такой. Мардыхай говорит Эстер. Мы все время помним, что это муж и жена. Да? Мардыхай Эстер. Муж и жена. И это праведник поколения Мардыхай. Он говорит Эстер, как действует. И слова, которые он произносит, которые он произносит, что ты погибнешь, и дом отца твоего погибнет. Мы знаем, что произносить такие слова, тем более праведнику, это почти фигово. Вы помните, как Яков сказал про Рахель? И Рахель умерла. И мы знаем от того, что Яков неосторожно сказал. Тот, у кого найдутся идолы, не будет жить. Да? Мы знаем, сбылись эти слова. И так наши мудрецы говорят. Праведник, даже когда произносит слова, и даже не происходит то, что он сказал в условиях, все равно эти слова имеют действие. Слова праведникова, они имеют действие, в любом случае имеют действие. И сбылись условия, и не сбылись условия, они имеют действие. Вы помните, как Иуда поручился за Бениамином? Он сказал Иакову, что я за него поручаюсь жизнью своей в этом мире и жизнью своей в будущем мире. Так он поручился за Бениамина. И ничего не случилось с Бениамином. Иуда вернул Бениамина и Иакову. Но из-за того, что он сказал, произнес, что я поручаюсь за него и в этом мире, и в будущем мире, имел проблемы. Но все Рабена должен был молиться Всевышнему за Иуду, чтобы Иуда, снято с него были его слова. И будущий мир у него был без проблем. И целый материал написано, как потихоньку-потихоньку снимали в Талмуде. Написано, как потихоньку с Иудой снимали проблему в будущем мире в Райском саду. У него были проблемы из-за того, что он произнес, я ставлю будущий мир, как говорится, на карту. Я ставлю, ставлю при условии, в будущий мир при условии верну, не верну Бениамина. У него были проблемы в будущем мире. Потому что праведник сказал, слова его действуют. И это был мой вопрос. Как может Бардехай, который был такой большой праведник, сказать слова страшные о жене своей? Эстер фактически проклинает ее. Вышли слова из его уст. Как он мог такое сказать? Раб Барде передал Рабхаму Каневскому. Рабхаму Каневскому это понравилось, он засмеялся. И сказал, если бы не сказал в такой острой форме, она бы не пошла. Раб Барде только добавил. Что имеется в виду? Имеется в виду вещь, которую надо объяснить. Эстер взял Ахашвируш. Не еврейский царь. Он взял ее силой. Без ее желания. Поскольку Мурдыхай не был корен, то их отношения, их статус остается. Мурдыхай и Эстер муж и жена. Могут быть вместе. Их отношения не сломались. Они муж и жена. Он в любой момент может вернуть Эстер и будет его женой. Но это при условии, если Ахашвирош берет ее силой. Сейчас, когда он ее посылает к Ахашвирошу, ты пойдешь к царю. В момент, когда она сама идет к царю, он уже не может ее вернуть. Тут разрываются их отношения. Они разводятся на месте. И они жертвуют этим. Мурдыхай жертвует тем, что он больше не тронет Эстер. Он не прикоснется к ней. Он знает, о чем идет речь. И она знает, о чем идет речь. Когда он ее посылает, это драма сама по себе. Это драма двух людей, которые невероятно любят друг друга. Прожили всю жизнь вместе. И эта драма удивительная. Ему просто, что он жертвует. Эстер – это непросто. Эстер – это очень тяжело. Ей тяжело. Сейчас она теряет мужа. И какого мужа? Она теряет Мурдыхай. Мурдыхай. Если вы помните ее праматерь, 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 Рахель. Как ей было тяжело потерять Якова. И она передала знаки своей сестре. Она передала знаки Леи. И она теряла. Она шла, она теряет мужа. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело Рахле. Потом Рахель скажет Всевышнему. Всевышний, ты наказываешь евреев за то, что Минаши, грешный царь, ввел идола на территорию храма. Я простила своей сестре, когда она вошла о подхупу. Отец мой ввел сестру мою подхупу. Якову я молчала. Ты не молчишь. Всевышний принял ее слова. Он принял слова нашей праматери Рахеля великого человека, великой прадедницы. Рахель сжертвовала собой. Ей было очень тяжело. Потому что она отдавала Якова. Ее любовь к Якову была потрясающая. Она отдавала Якову. Она жертвовала собой на всю жизнь. Потому что понятно, что Рахель не знала, можно ли взять вторую сестру при жизни сестры. Она шла на это, на то, чтобы потерять Якова на всю жизнь. Здесь, фактически, Эстер должна повторить подвиг Рахели своей праматери. Она происходит от Бениамина, сына Рахели. Она должна повторить подвиг своей праматери Рахели. Она должна пойти на то, что она теряет Мурдыхая. И говорит Левхаем Канецкий, он засмеялся, сказал, она бы не смогла это сделать, если бы в такой тяжелой форме не сказал бы ей Мурдыхая. Когда она поняла, до какой степени все стоит, именно все завязано на это тринадцатая Ниссана, она идет. И тогда тринадцатого, четырнадцатого Ниссана она идет, пятнадцатого Ниссана первый пир, шестнадцатого Ниссана второй пир и повешение Амана. Все работало в три дня. Это то, что видел Мурдыхая. Мы делаем переход и на это закончим. На наше время, если бы мог еврейский народ сориентироваться в этой ситуации, в которой мы находимся. Там поднимал Всевышний Амана, чтобы его сбросить. Здесь Всевышний поднимает Иран. Иран открытым текстом говорит об угрозе Ятрая, всему еврейскому народу, где бы они не находились. Если бы мог бы еврейский народ посмотреть этот материал, понять этот материал, если бы еврейский народ смог бы сориентироваться, в каком смысле услышать, что говорит мудрец Тора, что говорят первые, самые большие мудрецы Тора еврейского народа, что говорит Адмур Бегуев, что говорит Рапштейн, Рапштейн Каневский. Что они говорят нам надо сделать? Если бы они поняли, что это какой-то материал. Всевышний поднимает Иран. Угроза Ирана колоссальная. Причем, знаете, какая параллель. Кто был Аман до его возвышения? Кто он был? Аман был парикмахер. Парикмахер? Кто он был? Амаликитянин среди перцев. Амаликитянин среди перцев. Он был парикмахер. Потом он нашел клад. И он разбогател, стал самым богатым человеком в мире. Одним из самых богатых людей в мире. И он делает карьеру. Он становится вторым человеком в Персидской империи. Разве вы не видите это с Ираном? Кто был Аман 30 лет назад? Пока не появилась нефть. Нефтедоллары. Вы разве не видите, что найден клад и они поднимаются? На нефтедолларах они поднимаются колоссально на глазах. Разве вы не видите, что это те же самые события? Что было там? Мордыхай говорит, они не слушают. Что у нас? Никто даже не спрашивает. Надо спросить, что нам делать? Чтобы мудрецы дали нам ответ, дали ответ ему ивейскому народу и выполнять то, что ивейский мудрец говорит. Есть сегодня Мордыхай. В каждом поколении есть мудрец, искра которого от Мушер Абейну. Так мы учимся. Будем надеяться на хорошую концовку и у нас. Будем сами. Всего хорошего.